И тогда, сто лет назад и сегодня, их служба по-прежнему и опасна, и трудна. И опять же, на первый взгляд, как будто не видна. Тем не менее, в образе современной Беларуси, где чувствуешь себя спокойно и безопасно, немалая заслуга принадлежит милиции, тем, кто выбрал для себя не самый простой путь. Они патрулируют улицы, следят за безопасностью на дорогах, борются с наркоторговлей, коррупцией, мошенниками, киберпреступниками. И, как правило, трудовые будни не всегда выдаются спокойными. Выходные не по графику, стрессы, конфликтные ситуации и служба, как принято говорить, с риском для жизни. Но сегодня во Дворце Республики офицеры в парадных кителях о трудностях, если и вспоминали, то вскользь. Хотя ветераны, у которых за плечами не годы, десятилетия службы, нет-нет, да и сравнят, какой милиция была раньше, а какой стала теперь. Валерий Козлов 25 лет отдал уголовному розыску, знает, что такое жизнь в командировках и бандитские пули. Но героем в семье считают супругу, которая и сегодня рядом. Нынешним милиционерам-оперативникам намного легче работать, потому что у них компьютеры, у них машины. У нас этого не было, но у нас был бан данных в голове. Вот мы анализировали все, что было, и работали, и с честью оправдывали то, что на нас предлагалось. Я сегодня не слышал, не видел, чтобы милиционеры, например, вступали в какие-то откровенные схватки с людьми, которые, будем так говорить, криминального направления. А нам когда-то приходилось молодым, когда еще было, значит, те годы, приходилось вступать. Наши гости отмечают, что сегодня по Минску можно в любое время суток пройти, погулять. Никто не пристает назойливо, никто там не совершает ярко выраженное правонарушение, не говоря о преступлениях. То есть здесь вклад и органов внутренних дел несомненно. Вековой юбилей милиция встречает более компактные. Два комитета, следственный и судебных экспертиз, выросли из подразделения МВД в отдельные ведомства. Большая специализация, общий тренд в реформировании приносит результат. Преступлений по линии уголовного розыска стало меньше в два с половиной раза. Эффективнее выявляются экономические преступления. Да и в целом Беларусь входит в десятку стран с самым высоким уровнем безопасности и минимальным криминогенности. В рейтинге по соседству расположены Катар, Сингапур, Австрия, Япония. Разумеется, все это сказывается и на степени доверия милиции. Эти цифры – повод для гордости. А также меняют модель общественного поведения. Так называемые «братки» из 90-х остались в прошлом. Сегодня же нарушать закон не только чревато, но и не принято. Сделать правопослушание нормой жизни стремится любое государство. У белорусов, отмечают коллеги из других стран, есть чему поучиться. Традиционно молдавская полиция и белорусская милиция сотрудничали. Перенимаем опыт друг у друга. Преступность границ не имеет, так что и мы в своих отношениях, то есть в связях не должны иметь границ. С профессионалами, которые посвятили себя благородной миссии – защищать спокойствие граждан, быть верными закону и долгу – сегодня и Александр Лукашенко. По оценке президента, именно милиции принадлежит ключевой вклад в укрепление безопасности страны, устойчивость ее экономики и нерушимость правовых основ. Чем выше престиж МВД, тем весомее авторитет закона и тем крепче вера простого гражданина в справедливость. У нас достаточно полномочий для выполнения задач, но и ответственность за исполнение своих обязанностей у милиции большая. Белорусы хотят, чтобы в стране был порядок, но порядка беспорядочности быть не может. Это относится в первую очередь к профессиональной и личной безупречности сотрудника милиции. Планка эта высокая, но каждый сотрудник органов внутренних дел должен знать, защищая жизнь и права людей, вы обязаны уважать их достоинства и их доброе имя. Самая объективная оценка для органов внутренних дел нашей милиции – это доверие граждан. Иллюзии сегодня быть не должно. Расколоть наше общество, дестабилизировать обстановку, а тем более оказать на нас какое бы то ни было давление, ни у кого не получится. Но каждый день, каждый год желающих это сделать будет не меньше. Мир сошел с ума. И если не зависть, то непонимание того, что происходит в нашей стране, толкают многих к тому, чтобы и мы были такие, как они. И вот тут мы не должны пасть на колени. Мы должны удержать свою страну и защитить свой народ. Вы должны понимать, что мы на переднем крае. И порой за нами никого нет. Поэтому будут критиковать. Вы должны это воспринимать спокойно. И помнить. И у любого человека спросите, даже обиженного. Кто сегодня вносит главный вклад в мир и спокойствие нашей страны? И любой из нас ответит. Это милиционер. Кто лучше всех, я на каждом совещании об этом говорю, знает жизнь в стране? Это участковый милиционер. Он знает все. И если ты хочешь узнать, как живет страна, поговори с участковым. Именно вы на переднем крае. Именно вам доверяет народ самое дорогое, что у нас есть. Критикуя, бывая недовольным, люди понимают, без вас не было бы той безопасности и той страны, которой мы сегодня дорожим. Песни о работе почти без выходных и о том, что служба отдыха не знает никогда. Праздничный концерт, по сути, показывает летопись служения стране. От революционных дней и Великой Отечественной до лихих 90-х и спокойной современности. Завтра торжества продолжатся. Милиция покажет свою парадную сторону. Здесь, в центре столицы, состоится марш сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. И, конечно, будут звучать многочисленные поздравления. И среди традиционных пожеланий мира, благополучия, здоровья будут слова о том, чтобы у людей было меньше поводов для тревог, а у милиции для подвигов. Александр Злобин, Катерина Круталевич, Дмитрий Буй, Александр Зонов, ОНТ.